Берем килограмм морковки, режем на гильотине. Наливаем пару ложек кунжутного масла, ставим морковку тушиться. Берем полтора килограмма плечо или нога баранины, режем на куски и жарим на сковородке. Вот у нас жарится мясо. Всыпаем туда, наверное, полторы ложки соли. Это соль кошерная, поэтому обычной соли нужно меньше брать. Я люблю кошерную соль, потому что она вкуснее. Тут у нас морковка тушится. Можно, чтобы она немножко поджарилась, но не пригорела. Мясо жарим до выпаривания воды и до золотистой корочки. Так, подготавливаем чеснок. Надрезаем каждый зубок и сзади все грязные корни срезаем, удаляем внешнюю шелуху. Можно взять две или три головки. Они маленькие у меня. Мясо у нас жарится. Морковка у нас тушится. Вот. Мясо жалеть не надо, а то гости все мясо съедят и останется рис в конце. Один. Пока мясо у нас доходит до кондиции, морковка уже готова, готовим казан. В моем случае это дачовин. Вливаем где-то 150-180 грамм кунжутного масла. Так, чеснок у нас готов. Нарезаем. Готовим лук, пока дозревает мясо. Не обязательно тонкими кусочками. Она все равно пропадет. Растворится. Три луковицы. Если кидать лук первым, получится черный плов. Вот. Я кидаю сначала мясо, а потом лук. Получается обычный желтый или оранжевый плов. Вот мясо уже начало поджариться. Скоро будет готово. Надо разогревать казан. Так. Пересыпаем мясо в казан. Вот. Можно, конечно, мясо в казане жарить. Но вот у нас на сковородке получилась вот такая вот фигня. К этой фигне в конце все пригорит. Вот. Если мясо жарить отдельно, то дно казана остается чистым. И в конце плов перемешивается. И ничего к дну не прилипает, если, конечно, не переборщить с температурой. Вот. Лук у нас порезан. Почти весь. Сейчас будем... Мясо уже поджарено достаточно. Сейчас будем... Сыпем лук и перемешаем. Обжаривать лук надо до золотистого цвета. Пока лук дожаривается, ставим чайник. Чтобы у нас была горячая вода. И готовим приправы. Приправы коры сыпятся на рис. И этом кориандр и зира мы насыпем в живлак. Зира должна быть обязательно в семенах. Если брать порошковую зиру, то плов будет приторный. То есть, прямо надо обязательно найти семена зиру. Воды вливать в плов надо из соотношения 1.25 к рису. Я знаю точно, что у меня в этот казан влезает 3.5 стакана риса. Вот. Соответственно, умножить на 1.5. Столько будет воды. Воду будем вливать прямо сюда, после готовности лука. Так. У нас лук поджарился до золотистого состояния. Мы влили 4.5 стакана воды. Теперь все это надо оставить на малом огне. Закрыть крышкой. Дать потушиться минут 15. От этого мясо немножко размякнет. Кстати, идея для походной версии плова. Вместо жарки мяса попробовать сделать плов из шашлыка. Интересно, что получится. Мешаем мясо в последний раз. Отдираем прилипший лук от дна. И аккуратно выкладываем морковку. Так. Вот мы выложили морковку. Добавили где-то чайную ложку кориандра. Где-то 2 чайные ложки зиры. Зиру следует растереть в руках перед добавлением. Далее мы нагреваем казан до кипения и аккуратно всыпаем рис. Рис я не промываю. Азиатский рис, который идет в мешках из мешковины, следует промывать, чтобы убрать прогорклые жиры. Рис, который идет в пакетах, промывать не надо, потому что в него добавлены витамины. И эти витамины смываются водой, если его помыть. Вот я всыпал, добавил рис, всыпал в него кури. Основная составляющая кури это тамерик. Тамерик по-русски это куркума. Добавил еще чуть-чуть острого перца, паприки и соли. 2 ложки. Даже чуть-чуть больше. Пока воды много сверху, рис стоит помешивать. Но осторожно, чтобы не зацепить морковку. То есть так вот поверху. Он тогда равномерней сварится. Как только воды станет мало, мы соберем рис горкой к центру. Проделаем дырки до дна. Закроем крышкой и будем варить с закрытой крышкой. Постепенно уменьшая огонь. То есть где-то минут через 15 надо будет уменьшить огонь, чтобы на дне ничего не прогорело, когда жидкости станет мало. И потом на малом огне будет он так потихоньку париться. Минут 40 в целом. Так, сейчас у нас вода немножко впиталась, рис. Собираем горку в середине. Протыкаем дырки до самого дна. И вон чуть-чуть через эти дырки начинает бурлить пар. Теперь закрываем крышкой. И пусть он варится так на таком средненьком огне минут, наверное, 15-20. Надо слушать. Как только воды там станет меньше, надо потихоньку начинать убавлять огонь. И в конце просто положить полотенце сверху. Пусть он там стоит и парится. По традиционному рецепту воду наливают на палец, но я так пробовал, и очень сложно получить одинаковый результат каждый раз. А если мерить воду точно в соотношении с рисом, то результат получается одинаковый. Поэтому это, наверное, так лучше делать. Вот тут выходит немножко пара. Сказано, до этого пара было сильно много, поэтому я убавил огонь. Надо смотреть по количеству выходящего пара. Вот. Еще туда можно было добавить карбанзо-бобы, барбарис. По вкусу. Но в нашем рецепте мы это не делаем. Потому что тут привередливые товарищи есть. Теперь ждем. Крышку больше не будем открывать до конца, до самого. Иначе все тепло выйдет. Будем надеяться, что получится нормально. Ну и какой же плов без традиционного салата помидорного? Просто помидоры с луком и солью. Их надо подавить, чтобы они пустили сок. Чуть-чуть подавить и оставить, как бы, мариноваться с часок. Вот. Как раз плов доходит, и салат придет в кондицию. Прошло минут 40. Открываем первый раз. Так, так. Чеснок я кладу сюда отдельно, потому что не все любят чеснок. Вот. А тут его можно взять и выдавить прямо. Будет вкусно. Можно перемешать сейчас. Еще дать ему постоять маленько.